18 сентября по всей стране пройдет единый день голосования. Жители будут избирать депутатов Государственной Думы. Участвовать в выборах будет и партия «Единая Россия». В связи с этим 2 апреля во всех регионах страны начались дебаты, организованные «Единой Россией» для участников так называемых «праймерис», который пройдет 22 мая. На одних из таких дебатов, которые прошли в Абинском районе, побывали и наши корреспонденты. В избирательном округе, куда входит Славинский район и еще 4 муниципальных образований края. Первые партийные дебаты стартовали в городе Абинске в минувшее воскресенье. Тема – развитие физической культуры и спорта. Модератором на площадке выступила министр физической культуры и спорта края Людмила Чернова. Открывая мероприятие, она отметила, что «Единая Россия» задала тон всей предстоящей предвыборной гонке. Темы, поднимаемые на таких мероприятиях, должны стать индикатором тех болевых точек, которые сегодня беспокоят наших жителей. Они позволяют очень точно понять, где стоит заострить внимание, а где приложить особые усилия и постараться устранить проблему. Дебаты – это нелегкое испытание для кандидатов, но именно оно позволит им громко заявить о себе. Кандидат не должен бояться отвечать на вопросы избирателей, уметь отстаивать свою точку зрения и вносить реальные конкретные предложения, подчеркнула Людмила Чернова. Очень бы хотелось, чтобы мы, говоря о спорте, говорили о каждом из нас, о том, кто сидит в зале, о том, как им прийти к спорту, о том, как они должны заниматься, о том, какие проекты на самом деле для них интересны, на которых они могут прийти и проявить свою силу, ловкость, просто развиваться, привести своих детей и привести свое будущее. И пенсионеров в том числе, у нас очень много проходит мероприятие, в том числе с пенсионерами Всероссийской спартакиады пенсионеров. Но если говорить о том, что на каждом хуторе, на каждом селе должно быть организовано такие занятия, то, конечно, это день завтрашний. На трибуне трое претендентов на место в партийных списках в «Единой России». Депутат Госдумы Иван Демченко, депутат ЗСК Алексей Гусак, студент КубГУ Сергей Кувайцев. На высказывание своей позиции у кандидатов всего две минуты. Кандидаты рассказали о себе, высказали свое мнение по теме дебатов, а также ознакомили избирателей со своей предвыборной программой. Иван Демченко в своем вступительном слове четко определил свою позицию. Он намерен и дальше развивать массовый спорт. «Очень важный момент хочу заострить. Конечно, спортом надо заниматься всем. Одно дело – это профессиональный спорт, это спорт высоких достижений. Но есть еще физкультура. Понимаете? И вот у нас здесь, конечно, надо бы дальше идти вперед». Далее участники дебатов ответили на вопросы из зала. На ответ отводилось не более трех минут. Вопросы касались самых разных тем. Пришедших на дебаты интересовало то, как кандидаты в случае своей победы на выборах. Планируют и дальше отстаивать вопросы развития физической культуры, решать вопросы здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства и другие насущные вопросы. «Уважаемый Иван Иванович, вот такой вот вопрос. Вы, все мы, наверное, знаем, даже не наверное, а все мы знаем, что вы человек очень успешный. И вот мне, как турист, как человек, который занимается активными видами туризма, хотелось бы знать, является ли занятие физической культурой и спортом неотъемлемой частью успеха в жизни человека?» «Вы же знаете, как наши деды говорили. В здоровом теле – здоровый дух. И это неразделенный вещь». «Для успеха и надо и деток наших приучать. Во-первых, вот мы сейчас практикуем во всех дворах, во всех детских садах малые формы. Спортивных вот этих маленьких тренажеров там и так далее. Отсюда надо приучать». Каждый участник должен как минимум дважды поучаствовать в дебатах. Высказаться по самым злободневным вопросам сможет каждый. Дебаты будут идти в выходные дни до 15 мая. По три раунда в каждом избирательном округе. В нашем с участием делегации Славянского района дебаты пройдут 17 апреля в городе Крымске и 14 мая в Анапе. Такие публичные дебаты – один из главных этапов предстоящих праймерис. Это иностранное слово для многих знакомо лишь по западным избирательным кампаниям. Заранее, 22 мая, за четыре месяца до парламентских выборов. Партия предлагает избирателям по всей стране определить тех людей, кто от партии «Единая Россия» будет участвовать в выборах депутатов Госдумы. Побороться за право участвовать в партийных выборах уже изъявили желание более двух тысяч человек по стране в целом и 60 по краю. И эта цифра не окончательна. Ведь принимать заявки на участие в праймерис будут до середины апреля. В целом, модель предварительного внутрипартийного голосования у «Единой России» в этом году выглядит так. Дебаты, встречи с активом с целью презентации своих программ и, собственно, на голосование, которое пройдёт 22 мая. Голосовать может любой избиратель. В бюллетене можно отметить несколько понравившихся кандидатов. Бюллетеня будет два. В одном избирателю предложат высказать свои предпочтения по одномандатному округу, в другом – по партийному списку. Так в партии рассчитывают выдвинуть настоящих лидеров общественного мнения. Такой на этот раз сложный фильтр для попадания в партийный список в Государственную Думу от партии «Единая Россия». Надежда Неткачева, Георгий Калинин, программа «События».